всем привет друзья это система cars у нас сегодня радостный повод радостный повод вот этот вот серый кубик это subaru stella он же тире дайхатсу мув но не просто stella и не просто мув а это комплектация кастом это непосредственно то что хотят себе все кто пытается его купить поэтому друзья давайте посмотрим чем же он отличается что же в нем такого интересного и вообще что это за зверь такой погнали давайте начнем с самого интересного это внешний вид чем отличается он от обычной модификации сейчас вот где-то обычная модификация будет вот здесь все мы замечаем что первое что выделяет кастом это вот эти вот злые классные фары все это дело у нас светится все горит кстати отличия stella и мува у мува еще вот эта вот история тоже светится а у стелы нет давайте я вам ее включу это полностью диодная оптика мало того что у нас светятся вот эти ободочки туманки все на леди все белое как у новой свежей машины при том что машина у нас 15 года а следующее отличие это у нас внешний обвес да то есть вот этого в не кастами не встретишь то есть это прям именно кастомная такая вот история поворотники пушках тоже история именно про кастом также лет оптика на задней панели то есть все здесь тоже на ледах и здесь и здесь ну естественно совсем другой бампер если смотреть не на кастом комплектацию она обычную то есть она вообще принципе сама по себе достаточно друг разная и машина совершенно другая давайте перейдем постепенно отсюда же и к салону у нас с вами начинается багажник да то есть в чем плюс этих машин они из завода проектируются как конкретные трансформеры то есть надо вам загрузить во все это складывается и вы загружаетесь то есть у нас здесь уже нашему клиенту которому будем отправлять эту машину мы купили защиту двигателя собрали полный пакет обслуживания также у нас уже есть целый пакет масла и при этом все мы просто сложили заднее сиденье а спереди мы сидим абсолютно также как и сидели до этого но по мне это просто офигенно также у нас есть еще вот здесь наверное вряд ли мы сможем показать но у нас здесь еще есть и подпол достаточно большой то есть очень классно очень круто как козырек вот я сто семьдесят восемь рост я стою полный рост друзья вот для понимания то есть спокойно сели мангальчик крыша и все это дело живет и работает давайте сюда а вот друзья заднее сидение я себе сижу сам за собой посмотрите сколько мест то здесь еще можно ну разве что не чечетку сплясать при том что даже закрыв дверь я не буду себя чувствовать здесь как-то тесно то есть вот для понимания это при том что это сидушка двигается еще и вперед и назад то есть мы можем придвинуться тогда у нас будет классный багажник мы можем отодвинуться тогда у нас будет куча места мы выбираем всегда где-то среднее положение при том что место здесь просто за глаза теперь давайте перейдем на переднее сиденье двери у нас в чем примечательность любой кикара открывается под 90 градусов это отлично и можно все показать и классно садится смотрите вот я сижу вот мы сидели только что за мной вот я сел как я сижу на переднее сиденье так как я парень большой 178 рост 98 килограмм веса я большой в ширину мне здесь достаточно комфортно также есть по центру классный подлокотник но мы его покажем с другой стороны и все и сел и при том что за мной еще столько же места друзья круто круто есть у меня здесь на пассажирском сиденье подстаканник вот так вот выезжает есть там какие-то бумажки убрать я сюда могу климат-контроль покрутить и музыку послушать все что в принципе мне и надо больше мне здесь ничего и не давайте перейдем к креслу водителя это самое интересное потому что в принципе dayhatsu move и subaru stella это больше про водителя эта машина не так сильно заточена под пассажиров как заточена под водителя погнали как вы можете заметить у нас с вами комплектация кастом под разумевает темный салон потому что в мувах в стоке идет конечно же светлый салон и не всегда это бывает практично и не всегда уютно даже в таком ездить кому-то уютно светом конечно кому-то в темном давайте мы немножко расскажем что же ждет вас на месте водителя мало того что у нас здесь с вами полный мультируль кнопка старт-стоп система отключения системы старт-стоп которая глохнет на светофоров кнопка старт-стоп нажали все машина завелась заработала она нас поприветствовала у нас включилась магнитола климат заработал здесь полностью мультируль система пвр давайте покажу вам классное табло табло на самом деле здесь очень классная потому что но она сильно изменилась по отношению к обычному муву вот так вот мы это все дело показываем вот как то так если выбирать то конечно выбирать кастом друзья теперь давайте мы перейдем к самому интересному это ходовые испытания каждому интересно как же все-таки этот малыш едет первым делом когда попадаем салон этого замечательного автомобиля что нам хочется делать правильно нам хочется на нем ехать для этого нажимаем тормоз ставим драйв поехал первым делом о чем хочу сказать дорогие друзья когда ты попадаешь за руль вот этого интересного автомобиля до который все называют супер маленький еще какой такие кары это вообще не моё умная самооценка не позволяет сидеть мне в таких машинах друзья эта машина не ощущается маленькой это важно у нас есть рабочая toyota aqua на которой я езжу почти каждый день она ощущается также а что вы понимали toyota aqua это полноразмеры хоть полноразмерный хэтчбэк вот примерно как honda fit для вас как honda jazz вот прям вот плюс-минус что-то такое понятно он тоже не огромный но это полноразмерная машина это кейкары ты сидя в кейкаре ощущаешь себя абсолютно одинаково что в полноразмерной машине что в обычной пока мы с вами разговаривали мы уже разогнались до 90 километров в час то у нас здесь по шумоизолятор шумка здесь как и в любом кейкаре оставляет желать лучшего если сравнивать вот у нас недавно был n wagon кастом на обзоре ссылочка на видео где-то будет здесь можете посмотреть если сравнивать их обоих то нужно понимать что машины абсолютно разные хотя являются прямыми конкуренту это значит n wagon кастом прямой конкурент дайхат сумов у subaru stella в комплектации кастом это важный аспект давайте их немножко сравним он громче на скорости действительно громче в нем хуже шумоизоляция в нем громче слышно двигатель ну и в принципе он сам по себе вот он другой здесь все это слышно поменьше но как будто салон здесь немного попроще то есть просто разные машины потому что здесь салон да он немного другой как-то вот охарактеризовать его и сравнить вот целенаправленно конечно слабо получается но нужно понимать что машинки эти плюс минус похоже но есть где-то плюсы свои где-то свои минусы вот n wagon погромче тело немного потише покомфортней в принципе как и любая toyota тире honda вот сравнение honda жесткая быстро и так далее toyota мягкая комфортная удобная не ломается вот здесь абсолютно сохраняется это парадигма развития этих двух брендов мы едем с вами сейчас 90 километров в час у нас на табло две с половиной тысячи оборотов на самом деле для такого оборотистого двигателя это вообще ни о чем по оборотам это мелочи абсолютно то есть этот двигатель создавался для того чтобы ездить на высоких оборотах то есть захотели мы немножко набрать у тебя чуть-чуть придавил 4000 оборотов и мы начинаем потихонечку разгоняться хватает ли ему мотора глаза вот мы сейчас едем в эконом режиме если я нажму нажму power мы спокойно здесь начинаем набирать и у нас уже 100 уже 110 и мы уже обгоняем rav4 с руля также отключил и мы уже летим 120 может ли кикар ехать 120 всегда вообще спокойно вот мув может у него 3000 оборотов на табло 3000 оборотов для кикара это ни о чем тихонечко развернемся в чем плюс еще кикара вы посмотрите я могу из полосы сразу же в левую полосу вы их но я этого делать конечно же не буду но я могу так сделать круто это или нет да конечно круто мы все живем с вами в городах в тесных узких улочках где мало места и где вот эти всякие большие машины пытаются всех вас убить уверяю вас на этой машине вообще нет такого вы спокойно ездите чувствуете себя комфортно у вас климат в авторежиме кондиционер включен включена этом а все адаптивные системы которые там видят приближение машин антистолкновение так далее то есть все это включено все это горит и работает плюсом здесь у нас в салоне есть вот такая вот классная подсветочка я не знаю видно на видео скорее всего нет но у нас светятся вот здесь у нас светятся два подстаканника как бы такая вполне себе классная молодежная машина получилось у японцев и на самом деле она многим нравится вот мы видите потихонечку здесь всех обрулили по факту даже не выехав за пределы своей полосы и спокойно 90 я уже лечу меня включены туманки включен ближний свет если мне надо я могу включить даль машинка располагает к тому чтобы на ней двигаться потому что subaru stella и dayhatsu move это однобазники а dayhatsu move переводится как движение то есть move это всегда в движении да то есть вы всегда двигаетесь эта машина позволяет вам это делать захотели вы ускориться еще там допустим вот рука у вас не хотите вы нажимать до 0 и вниз у вас режим спорт коробки включился но все равно пвр то есть вот смотрите он загудел и соточка уже у нас здесь круто круто вот эконом включили drive поставили все захотели опять ускориться включаем пвр у нас опять коробка переходит спорт мотор спорт и вообще он полетел вот мы уже едем 120 как то так вот так спокойно и так просто они это делают друзья когда вы говорите что вот у меня там мне не хватает не будет вот она рычит не едет газ нажимайте больше эти моторы оборотистые они живут на оборотах вы когда ездите вот давайте сравним ее с мотоциклом люди которые ездят на мотоцикле вы же не ездите на мотоцикле 2000 оборотов вы используете весь диапазон мотора а почему потому что мотор на мотоцикле создан для того чтобы вы использовали весь диапазон он по-другому не работает и тут также тут двигатель работает вот именно вот в этом диапазоне здесь мы друзья будем немножко уже закругляться я думаю что максимально мы смогли вам показать эту автомобиль полной его красе и показать для чего он необходим вообще в принципе то есть да и хатсу мув необходим для того чтобы вы на нем ездили друзья поэтому всем добра система кар заказывать правильный если ты думал что это все то это не так наш сайт наш телеграм-канал здесь стать и есть еще наши отзывы найти их можно так нажимаешь поиск вводишь слово отзывы и он показывает все отзывы на нашем телеграм-канале наш ватсап куда ты можешь написать и заказать любую машину либо если тебе просто нужно консультации или с кем-то поговорить пишем и с удовольствием с тобой общаемся хорошего дня заказывайте правильные машины всем добра